Всем привет! Хотя у многих корпуса компании Chieftech ассоциируются с весьма доступными решениями, в её арсенале есть и красочные, и игровые модели. Да, вот эти с современным дизайном, RGB-подсветкой и панелями из закалённого стекла. Например, корпус Chieftech Hunter, который пока недоступен в продаже на нашем рынке. Но он уже появился в Европе с ценником порядка 57 евро или около 1900 гривен. Давайте же взглянем, на что способна данная новинка и стоит ли за ней бежать, как только выставят на полки магазинов. Корпус запечатан в привычную картонную коробку с простым оформлением. По бокам есть вырезы для удобной её транспортировки. А в комплект поставки входит набор крепёжных винтов, стяжки и удлинители для подключения хаба, который управляет вентиляторами и подсветкой. Внешне Chieftech Hunter лишён каких-либо сюрпризов. Такой себе типичный современный корпус из среднего ценового диапазона. Новинка получила прямоугольную форму шасси, стеклянную боковую панель и пластиковую накладку спереди. Внешние порты USB 3.1 и аудиоразъёмы расположились на передней стороне верхней панели. Неподалёку приютились кнопки включения, перезагрузки и управления подсветкой, а также пара индикаторов с комфортной яркостью. Перфорация на этой же панели прикрыта пылевым фильтром с магнитным креплением. Под ним поместится пара 140-мм либо 120-мм вентиляторов. Передняя панель из чёрного пластика оборудована сетчатыми вставками для лучшей продуваемости. А за ней три предустановленных 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой. Управлять свечением можно при помощи упомянутых ранее кнопок, либо через ПО материнской платы. Но работает всё это благодаря небольшому концентратору за поддоном материнской платы. На нём есть два разъёма для светодиодных лент, пять для управления вентиляторами и ещё столько же для подсветки. Тыльная часть корпуса получила семь слотов расширения с одноразовыми заглушками. В наличии и общая прижимная пластина, которая фиксируется одним винтом. Рядом приютился четвёртый предустановленный 120-мм вентилятор. На дне корпуса находится крепление корзины с накопителями и перфорация для доступа воздуха к блоку питания. Последняя прикрыта пылевым фильтром, который легко снимается, продувается и моется. Также в наличии две пары резиновых ножек высотой 22 мм, которые обеспечивают достаточный приток воздуха для источника. Левая боковина представляет собой слегка затенённую стеклянную панель толщиной 3 мм. Она держится на четырёх винтах под крестовую отвертку и с накаткой. С противоположной стороны разместилась уже металлическая панель толщиной 0,65 мм. Она фиксируется стандартным образом при помощи двух винтов с накаткой и оснащена небольшим выступом для облегчения демонтажа. Что касается практичности используемых материалов, то на матовой краске отпечатки почти не видны. А вот стекло, конечно же, более маркое и требует соответствующего ухода. Что же, давайте теперь заглянем внутрь Хантера. Корпус использует компоновку с нижним расположением блока питания. Кстати, последний отделён металлическим ячеистым кожухом. В передней части отсутствуют какие-либо стойки, что позволяет устанавливать габаритные комплектующие и улучшает продаваемость системы. В поддоне материнской платы предусмотрен большой вырез для удобной замены процессорного кулера с опорной пластиной. А для скрытой укладки проводов есть несколько отверстий и целая россыпь креплений под стяжки. Посадочное место для блока питания обошлось без антивибрационных прокладок. Лучше всего подойдут устройства длиной 180 мм. Хотя при сильном желании сюда поместится и 200 мм источник. Для установки 2,5 дюймовых накопителей предусмотрена пара посадочных мест за поддоном. Также в наличии корзина для двух носителей покрупнее. Ну а теперь приятная новость для геймеров. Длина видеокарт по нашим измерениям не должна превышать 340 мм. Чего вполне достаточно даже для топовых решений. А высота процессорного кулера ограничена отметкой в 170 мм. Что по достоинству оценят любители разгона. В завершении отметим, что идущие от передней панели кабели имеют достаточную длину для аккуратного их подключения к материнской плате. Слушайте, ну откровенно говоря никаких проблем со сборкой не возникло. Пространство за поддоном достаточно для укладки кабелей. Также нет никаких вопросов к жесткости и толщине металла. Корпус ощущается таким отлично сбитым устройством. А в процессе работы не было ни вибраций, ни дребезжания внутренних компонентов. Приятно отметить, что фронтальные вертушки внутри Chieftec Hunter не только для красоты. Ведь спереди еще и предусмотрены сетчатые вставки для свободной циркуляции воздуха. Сами вентиляторы можно подключить к комплектному хабу, чтобы занять для шим управления всего одну колодку на материнской плате. А еще это позволяет активировать на тестовой плате функцию автоуправления QFAN, которая будет сама регулировать скорость в зависимости от нагрева компонентов. Естественно, для частоты тестирования мы ее отключили и просто установили скорость вращения всех вертушек на максимум. Так вот, при максимальной нагрузке наибольшая разница между открытым стендом и корпусом достигла всего 9 градусов для видеокарты, 2 градусов для процессора и 6 градусов для чипсета. Так что, как видим, вентиляторы обеспечивают достойный уровень охлаждения и переживать о перегреве вам точно не придется. Скажем за это спасибо инженерам, которые предусмотрели достаточное количество прорезей для притока свежего воздуха. Но если и мы тоже заслужили спасибо, то не стесняйтесь, друзья, смело жмите палец вверх. Итак, что по итогу. Корпус Чифтек Хантер получил джентльменский набор характеристик современной среднеценовой модели. В его арсенале вы найдете стеклянную боковину, приятный универсальный дизайн, качественные материалы, хорошую сборку, а также 4 вертушки с адресной RGB подсветкой и хабом в комплекте. Отдельное спасибо еще раз инженерам за оснащение фронтальной панели с сетчатыми вставками. Это обеспечило комфортный температурный режим внутри, который минимально отличается от открытого стенда. В итоге новинка выделяется в этом плане на фоне многих моделей со стеклянной или глухой фронтальной панелью. Ну а посетовать можно лишь на отсутствие порта USB Type-C. Ну и кроме того, успех новинки в целом на нашем рынке будет напрямую зависеть от ценовой политики производителя. К примеру, при европейской стоимости порядка 57 евро, то есть примерно 1900 гривен, он, по нашему скромному мнению, является более чем достойным решением. Ну а вы что думаете о таком ценнике и вообще Чифтек Хантер в целом? Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки под видео, чтобы подарить нам по-настоящему весенний настрой.